Одесский авиационный завод начал совместный с американцами проект по производству самолетов. Госпредприятие Одесский авиационный завод, часть Укроборонпрома, вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и D-Star CZAS из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов в Украине. Также будет создан международный региональный сервисный центр для текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов. Обучение курсантов и пилотов будет осуществляться по действующим программам НАТО. Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача – объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему, подчеркнул Александр Пащенко, заместитель генерального директора Укроборонпрома. Стартап DiscoPerry вырвался в гранд-финал в Сан-Франциско. Разработка для предупреждения аварийных ситуаций на дорогах во время движения, которая была создана командой DiscoPerry, победила на конкурсе World Blockchain Summit в Сингапуре. В 2019 году команда будет представлять проект на гранд-финале в Сан-Франциско, где будет бороться за 1 миллион долларов. В финале стартапы оценивают джюри из известных и авторитетных персон в сфере IT и стартапов, таких как Джон Чемберс, бывший из SEO Cisco, Стив Возняк, Райт Хоффман, основатель LinkedIn, Адам Чейер, соучредитель Siri, Марк Рэндольф, соучредитель Netflix и другие. Система, которую развивают украинцы, является устройством из мира так называемого интернета вещей. Она сочетает алгоритмы искусственного интеллекта и облачную платформу обработки данных. Использование технологии блокчейн обеспечивает полную конфиденциальность и защиту собранных данных у ситуации на дороге. Норвегия планирует построить 70 ветроустановок в Херсонской области. На первом этапе реализации проекта норвежской компании планируется построить около 70 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 мегаватт. Об этом договорились во время встречи главного исполнительного директора норвежской компании NBT Юара Викена с послом Украины в Королевстве Норвегии Вячеславом Яцюком. После введения в эксплуатацию комплекс ветровых электростанций будет поставлять электроэнергию в объединенные энергетические системы НЭК УкрЭнерго. Объемы электроэнергии, генерируемые ветровыми электростанциями, позволят обеспечивать энергоснабжением не менее 50 тысяч домохозяйств. Общий объем иностранных инвестиций, связанных с реализацией первого этапа проекта, составит более 370 миллионов евро. В этом году в Украине также начинает инвестиционную деятельность норвежская компания Skatex Solar, которая планирует построить несколько комплексов солнечных электростанций общей мощностью от 200 до 300 мегаватт. Реализация этих планов обеспечит привлечение в украинскую экономику от 200 до 300 миллионов евро иностранных инвестиций. Украинский стартап создал строительный материал из конопли. Материал изобретатели назвали Hempire Mix. За основу взята измельченная техническая конопля, что позволяет утеплить помещение, создавая строительные блоки вместо кирпича и бетона. К конопле добавляют известь и собственный связывающий материал, который разработали в компании. Ни песок, ни цемент или токсичные химические компоненты при этом не используются, поэтому жилье из таких блоков считается экологически чистым. Строительные блоки из сырья на основе конопли не горят, не портятся и не поддается воздействию грибков и иных паразитов, не поражаются мышами и крысами. Интересно, кстати, почему? Основатель Hempire UA Сергей Коваленков подчеркивает, что материал, благодаря пористой структуре, имеет кондиционирующие свойства и может поддерживать определенную температуру, что делает дома из таких коноплянников еще и экономически выгодным в плане поддержания тепла зимой. Разработчик уверен, что этот материал может стать значительной статьей экспорта строительных материалов, ведь Украина является третьей страной в Европе по выращиванию технической конопли. Помещения из такого материала уже есть в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Компания планирует строительство в Одесской и Житомирской областях. Люди перестают иронизировать и бояться. Те, кто еще несколько лет назад скептически воспринимали нашу технологию, сейчас предлагают партнерство, рассказал Коваленков. Украина в этом сезоне экспортировала рекордный объем яблок. Только по сравнению с предыдущим сезоном объем поставок яблок на внешний рынок вырос в 3,2 раза. Почти половину рекордного объема было отгружено на рынок Беларуси. Второе место у Молдовы, третье у Австрии. Далее в рейтинге идут Венгрия и Швеция. На Сумщине появится козья ферма на 1000 голов, а в Винницкой области свинокомплекс на 7000 голов. Козья ферма будет расположена в 20 километрах от областного центра в Белопольском районе. Строит ее на 17 гектарах на средства инвесторов владелец сыроварни и предприятия по производству оборудования для переработки молока Владимир Опрышко. На ферме планируют разводить французскую породу зооненских коз, животных высокопродуктивных и выносливых. Молоко этих коз не имеет специфического запаха. По предварительным расчетам стоимость проекта составляет 6 миллионов гривен. Прибыль, полученную от фермы, планируют направить на реализацию мероприятий по развитию региона, организацию фестивалей, проведение туристических или рекламных мероприятий, обучение. По словам автора идеи, окупаемость проекта составляет 6 лет. Строительство фермы и закупку животных начнут в 2019 году, а выйти на полную мощность планируется уже в 2021. Ферму хотим сделать современной, автоматизированной, где есть кормовые столы, сведен к минимуму человеческий фактор. Будет построен ангар для постоянного содержания коз. Обустроим доильный зал на 8 голов. Обслуживать ферму будут 4 работника. Планируем реализовывать молоко на переработку, а также изготавливать кисломолочную продукцию, йогурты и твердые и мягкие сыры. Эту переработку предлагаем осуществлять на сыроварне Оберег и продавать ее в фирменных магазинах, рассказывает Владимир Опрышко. Хозяйство Яновское в селе Иванево открывает современный комплекс по выращиванию свиней по швейцарским технологиям мощностью 7000 голов. Предприятие полностью закрытого технологического цикла и с современной системой обращения с отходами не будет вредить окружающей среде. Кроме того, комплекс будет иметь биогазовую установку и перерабатывать отходы на органические удобрения. Поголовье, для которого уже созданы специальные кормовые резервуары, будет завезено из здания. По словам директора предприятия Александра Кулика, источником финансирования строительства нового комплекса, а это почти 3 миллиона евро, являются собственные средства хозяйства. На ферме будут работать 15-20 человек. В планах на будущее создание перерабатывающего хозяйства и производство колбасы, ведь в свое время село Иванев было известно именно благодаря своим колбасам. Открытие предприятия запланировано на осень этого года. ЕС берет патронаж над городами, освобожденными от российских оккупантов. Как сообщает президент, договоренность об этом была достигнута на саммите Украина-ЕС. Мы договорились о запуске моей инициативы по патронажу заинтересованными государствами, членами ЕС, отдельных городов и районов Донецкой и Луганской областей, для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности общины. По замыслу президента, каждая страна ЕС могла бы подготовить целевую программу шефства над освобожденными территориями, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры. Шануемся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok